А это вообще законно делать то, что мы делаем? Зная просто статистику тех вопросов, которые люди задают. По поводу вот такого суррогатного таппинга люди иногда спрашивают, а нужно ли спрашивать разрешение человека простучать вот этот вот суррогатный таппинг за него? И ответ нет. Нет, из-за того, что есть вот этот страх и тревога, что а вдруг я влезаю в чье-то пространство, тебе как следствие может показаться, что ты должен этого человека спросить о чем-то. Но на самом деле мы работаем-то не совсем над тем, что мы требуем от другого человека какую-то энергию, или мы что-то там делаем с ним. Нет, мы продолжаем работать над своей собственной самооценкой, над чувством «я заслуживаю». Допустим, у тебя есть отдел продаж, у тебя есть свой бизнес, и ты нанимаешь новых сотрудников, которые будут делать вот эти холодные звонки, обзванивать людей, писать что-то людям. И вот тебе пришел человек, и ты делаешь нормальный продукт, и ты его предлагаешь. И вот этот человек начинает тебе рассказывать, что «а если я позвоню, наверное, на меня разозлятся? А если я предложу что-то купить, наверное, мне будут отвечать с агрессией?» Или еще что-то. И ведь на самом деле это у человека такое отношение к себе. Это же и есть самооценка. Или, например, ты, наверное, знаешь таких людей, в твоем окружении тоже такие есть люди, к которым очень трудно относиться хорошо. Например, это люди там в школе, их там закидывали, заплевывали, как-то унижали и обижали все одноклассники в школе. И этот человек, он может, например, перейти в другой класс или в другую школу, прийти и почему-то опять начинают над ним издеваться. Именно над ним. Потому что дело в его самооценке, в его отношении, что рядом со мной люди должны быть в напряжении, рядом со мной люди должны обязательно злиться, раздражаться, унижать меня и подавлять. Это же и есть самооценка. И если этот человек возьмет и простучит уже себе по голове, вот это вот ощущение, что я заслуживаю негатива в свой адрес, всем будет хорошо, тебе будет хорошо, если человек, наконец, перестанет провоцировать тебя на негатив, потому что он считает, что обязательно ты должен на него негативить. И если твой сотрудник, которого ты нанимаешь, чтобы он делал холодные звонки, простучит уже у тебя по голове, простучит вот это, я заслуживаю негатива в свой адрес, если я начну предлагать что-то купить, ну, это будет всем хорошо. И он сможет нормально продавать, сможет нормально звонить, спрашивать и вести диалог с людьми, не провоцируя никого на негатив. И это делаем именно мы сейчас, когда мы заходим в свою историю и проверяем, а есть ли у меня вот эта низкая самооценка, а есть ли у меня это ощущение, этот мой собственный страх, это мой страх, это моя низкая самооценка, это мое убеждение про себя, что я заслуживаю негатив. Я захожу в эту историю и проверяю, а считаю ли я, что кто-то должен негативить на меня? Сегодня мы будем смотреть, обидит ли кого-то мой успех, будет ли кто-то печалиться и грустить из-за того, что у меня больше денег, или из-за того, что мои желания исполнились? Возможно, часть тебя считает, что да, если твое желание исполнится, значит кого-то это обидит, кто-то начнет печалиться и грустить. Сегодня мы прорабатываем вот эту категорию чувств обида и печаль. И по сути это и есть проработка любви к себе. Если я ставлю себя на место другого человека и работаю над тем, чтобы он любил меня, ну грубо говоря, да, я заслуживаю от него любви все равно, то это хорошо для него, потому что он будет чувствовать себя лучше рядом с тобой. И это хорошо для тебя. Поэтому если тебе лень делать этот суррогатный таппинг, помни, что как раз таки вот этот суррогатный таппинг, это и есть работа над любовью к себе, над своей самооценкой. И тебе не нужно никого спрашивать, потому что ты работаешь над своей самооценкой. Ты работаешь над тем, что я заслуживаю, чтобы другие люди тоже ко мне хорошо относились. И каждому человеку будет приятно испытывать к тебе более хорошие чувства, потому что таким образом ты помогаешь человеку привыкнуть к более хорошему чувствованию. И если, например, твои мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки, муж, жена чувствуют не очень хороший поток по отношению к тебе, и ты делаешь суррогатный таппинг, то ты тем самым помогаешь человеку почувствовать себя лучше рядом с тобой. Суррогатный таппинг другими словами можно назвать как секретная, более эффективная, чем любые манипуляции техника, которая называется услышать другого человека, так и услышать, как он себя чувствует, и простучать вот этот поток, который у него есть. И каждый человек это как целая галактика. Я бы сказал вселенная, но скажу галактика, потому что так удобнее изображать вот эти картинки. То есть я это целая галактика, и другой человек рядом со мной это тоже целая галактика. И если мы вот возьмем вот эту галактику, например, там Млечный путь, вот так вот она выглядит, и как бы размотаем вот эту вот спираль в такую линию. То есть эта линия, это как линия времени, и на этой линии мы располагаем все эти звездные системы по возрастам. Например, там есть я в трехлетнем возрасте, я в пятилетнем возрасте, я в семнадцатилетнем возрасте и так далее. И вот если мы обратно завернем эту спираль, то получится я, как вот состоящий из этих разных частей разного возраста, а если мы размотаем эту спираль, то у нас получится вот такая вот линия. Линия времени. И каждого человека можно так как бы размотать. Так как сегодня мы разговариваем как раз про печаль, тоску и обиду, то я думаю сегодня имеет смысл еще сказать про вообще желание. Потому что когда человек впадает в сильную печаль, депрессию, он просто вот вообще ничего не хочет. И если мы говорим про желание, то каждое желание, оно по отдельности, оно такое маленькое, такое простое. Какой-нибудь однолетний я хотел просто, чтобы мама, например, обняла меня, взяла на руки. Какой-нибудь там трехлетний я хотел в солнечную погоду, чтобы я вышел на улицу и подышал воздухом. Какой-нибудь там семнадцатилетний я хотел куда-то, пойти и желание каждого из вот этих меня, каждой этой части меня, так называемого аспекта, эти желания, они все очень простые. И если послушать себя, да, послушать каждую эту часть себя, то это желание, оно какое-то, ну не какое-то супер-пупер-мега-офигенски, сложно выполнимое. Нет, оно такое нормальное, но этому желанию я говорю стопроцентное да. И я надеюсь, что к вот этому двадцать восьмому видео ты уже не заглядываешь в какие-нибудь модные журналы, чтобы посмотреть, так, когда я буду богатым, чего мне хотеть, а то я не знаю, чего мне хотеть. И тебе там предлагают, когда ты будешь зарабатывать, например, в сто раз больше, или там в десять раз больше, то ты обязательно должен купить вот такие часы, вот такой автомобиль, ты обязательно должен купить вот там дом, вот это, вот это ты должен хотеть. Нет, мы не смотрим в эти источники информации, мы спрашиваем себя, а чего хочет вот этот я, там трехлетний, семнадцатилетний, двадцатилетний и так далее. И допустим, есть, например, мой какой-нибудь аспектик, там шестнадцатилетний, семнадцатилетний я, который захотел поехать в Англию. То есть это не сильно, не сильно какое-то мега крутое желание, типа там хочу летать на своем собственном, суперджете, ну то есть небольшом таком самолете по всему миру. То есть не какое-то там такое желание, которое прям сильно сложно исполнить, но оно как бы есть, да. И если мы теперь смотрим по вот этой формуле, вот этой свободы, да, я осознал желание, я осознал, что какая-то часть меня хочет вот этого, хочет туда просто поехать, да, не важно как, не важно что. То есть желание уже есть, уже по поводу стопроцентного, да, первый пункт, можно поставить галочку. Непонятно, как туда добраться, есть такое ощущение, что я не заслуживаю, я не могу, не получится, я не знаю как, непонятно, как отреагируют, бла-бла-бла, но уже первый пункт есть, уже есть желание, это уже что-то. Осталось только поработать над я заслуживаю, над страхом, и найти, те двери откроются для этого аспекта. А если мы даже, мы настолько подавили какую-то часть себя, я настолько подавил свой аспект, и настолько его обесценил, что я даже не признаюсь, чего он хочет, то есть, я говорю, это невозможно достичь, в Англию там поехать, невозможно, забудь, это не то, чем тебе нужно заниматься, то тем самым я отменил даже первый пункт, стопроцентная да, и наступает такое царство депрессии. И собственно наша задача, вот с помощью этого марафона, с помощью вот тех инструментов, которые я тебе дал, достать каждый из этих аспектов, посмотреть, чего хочет именно вот этот аспект, чего хочет именно вот там трехлетний, пятилетний, однолетний, семнадцатилетний, двадцатилетний, там тридцатилетний, неважно, аспект, вот он хочет вот этого, и дать ему, то есть провести его по этой формуле свободы полностью, стопроцентное да, потом самооценка, потом страх успеха. И смысл в том, что этому энергетическому аспекту достаточно с помощью позитивного таппинга, с помощью энергии, энергию вот эту дать, он удовлетворится, он начнет испытывать, начнет другие вибрации давать, и эти вибрации будут суммарно давать другую сумму, галактика, как бы вся галактика, вся система поменяется, улучшится, и начнут происходить более хорошие, счастливые события. Зачем я это говорю сегодня, в этом видео? Потому что сегодня мы будем работать с аспектами другого человека. Почему он несчастен, почему он грустит, почему он опечален. Если говорить про вот эту категорию чувств, то причиной депрессии, да, и причиной вот этих всех чувств может быть то, что желания не исполнены. И теперь я пытаюсь что-то для него сделать, или я пытаюсь ему что-то сказать, но все равно он, как вот его вот эта галактика, он все равно остается в том же самом месте, в корзине. И я сейчас говорю, например, про маму, про папу, про каких-то близких людей, которые тоже являются, как бы, это отдельная галактика, внутри которой какая-то звездная система, какое-то солнышко, там, какой-то аспект страдает. Может быть там много этих аспектов. Что я делаю? Я делаю тап-тап за него, за эту звездную систему конкретную, его вибрации меняются, и он сам переносится в более благополучное место. Поэтому вот этот суррогатный таппинг, он особенно прекрасен, и это лучший подарок, если ты хочешь кому-то сделать какой-то подарок, и думаешь, что ему дать? Может больше денег? Ну и что ему дадут эти больше денег? Или может ему вот угадать его желание и что-то для него сделать? Ну это тоже может как-то что-то хорошее для него сделать, но если ты сделаешь суррогатный таппинг, если ты услышишь какую-то звезду где-то там в другой галактике, которая посылает какие-то сигналы, и потом сделаешь тап-тап, то потом вся эта галактика перестроится, и тебе ничего не надо делать, тебе не надо брать на себя роль. Я разведу руками тучи над тобой, я тебе помогу, я тебя спасу, я выстрою вокруг тебя обстоятельства. Нет, мы сделали главное. Мы услышали эту звезду где-то в другой галактике, простучали, и эта галактика сама поменяла свое положение, то есть как вот в этой корзине, каждый шарик это как отдельная галактика, и теперь любое сотрясение работает на то, чтобы желания исполнились. Поэтому суррогатный таппинг это как раз отличный способ помочь другому человеку там, где классическая психология говорит это чувство другого человека, это травма другого человека, он несет ответственность за свои чувства, ты тут ничего не можешь сделать, и как бы классическая психология говорит, ну наши полномочия здесь все. А вот энергетическая психология, которой мы сейчас занимаемся, говорит, нет, наши полномочия не все. Мы можем все-таки что-то сделать, проделать этот таппинг, и возможно именно это создаст другой резонанс между тобой и близким человеком. Этот резонанс его исцелит, и таким образом события сложатся более благополучным образом, хотя ты как бы эти события своими руками никак не подстраивал, да и не нужно, потому что вселенная лучше тебя справится с тем, как можно менять события. Но в первую очередь нам, конечно, нужно поработать над своими аспектами, над своими звездными системами, которые подавлялись и обесценивались, и которые считают, что вот на меня, какая-то часть тебя может так считать, пятилетний, там, десятилетний ты, что если вот меня увидят, если меня заметят, то обязательно меня начнут подавлять, на меня будут негативить, меня будут обесценивать. Сейчас положу руки на грудь, сделаю несколько глубоких вдохов-выдохов, и снова представь себя в том результате, с которым ты сейчас работаешь. В самом простом случае, это просто в три раза больше доход, или в три раза легче, например, эти деньги зарабатываются, или они требуют в три раза меньше усилий, то есть какое-то улучшение, которое для тебя актуально. Вот ты уже в этом результате. И давай снова спросим, дорогой мой энергетический ум, кто будет реагировать с обидой и печалью на то, что я в этой счастливой истории? Тебе может прийти уже ответ, что никто, а может быть кто-то нарисоваться, хотя бы чуть-чуть, хотя бы силуэт, а может быть очень ярко. Измерь от нуля до десяти интенсивность его негативной реакции в виде печали, грусти, тоски, либо обиженности, то есть вот эта категория чувств. Десять – максимальный поток этих эмоций, а ноль – это полное отпускание, расслабление, радость и счастье, как если бы эта галактика была счастлива. Ну, ты как бы, твои желания исполнились, да, полностью ты как бы прошел этот цикл, твои желания исполняются, и другая галактика тоже сияет и счастлива. И простукивай по ребру ладони. Хотя кто-то может реагировать печалью и обидами на меня в счастливой истории я все равно признаю и принимаю все свои страхи и чувства. Хотя кто-то может реагировать печалью и обидами, можешь называть этого человека. Когда я в этой счастливой денежной истории я все равно признаю и принимаю свои чувства и свои страхи. Хотя кто-то может реагировать печалью и обидами. Когда я в счастливой денежной истории я признаю все свои страхи я признаю свое поведение и я признаю свое избегание. Я стараюсь не быть в этой истории, которая мне нравится. Но ведь кто-то будет реагировать негативно, может назвать кто это. кто-то будет грустить, кто-то будет обижаться, мое счастье как-то заденет чувства близкого человека. Мой успех как-то заденет чувства близкого человека, можешь назвать кого. И хотя кто-то будет реагировать печалью и обидами на меня в успехе, я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю, и принимаю себя и свои чувства. и может этого человека, который целая галактика, как и я. И я принимаю всех, кто с этим связан. Поначалу, брови, весь этот страх. Проглаза, страх, вот чего я заслуживаю. Под глазом, если буду счастливым. Под носом, если я буду счастлива, денежная парадигма. Подбородок, если эта история исполнится, то еще я заслуживаю. Под рукой обиды и печаль. Макушка от кого-то из близких. Сначала брови, если мои желания исполняются. Край глаза, еще я заслуживаю печали и обиды в свой адрес. Под глазом, вот чего я заслуживаю. Под носом, вот как близкие будут чувствовать себя. Подбородок, если я и правда буду в истории. Ключица которой я говорю стопроцентное да. Под рукой, да, вот чего я заслуживаю. Макушка, мне кажется, они будут обижаться. Сначала брови, мне кажется, они будут грустить. Под глазом, если увидят. Под глазом, что мои желания исполняются. Под носом, если увидят, что я счастлив. Под бородок, весь этот страх. Ключица, из-за которого я себе мешаю. Под рукой, из-за которого я торможу. Макушка, я отпускаю этот страх. Начало брови, из-за которого я не позволяю себе. Под глазом, уже сейчас быть в этой истории. Под глазом, уже сейчас вибрациями. Под носом быть в резонансе. Под бородок, с желаемыми историями. Ключица, я легко могу там быть. Под рукой, и все события могут быть на пользу. Макушка, если бы не этот страх. Человек-брови, если бы не эти ожидания. Под глаза, что кто-то начнет грустить. Под глазом, кто-то начнет обижаться. Под носом. И его ситуация ухудшится. Под бородок, я снимаю в себя ответственность. Ключица, за чьи-то чувства. Под рукой, я позволяю другой галактике. Макушка, быть собой. Начало брови, а себе позволяю быть собой. Крой глаза, и мое счастье. Под глазом, от исполнения моих желаний. Под носом, это свет для других галактик. Под бородок, который им может только помочь. Чица, я позволяю себе светить. Под рукой, я позволяю себе быть в желаемой истории. Снова положу руки на грудь. Сделаю несколько глубоких вдохов-выдохов. Вот ты в желаемой истории. И сейчас мы будем смотреть на себя со стороны, конечно же. Итак, вот он ты в некой желаемой своей истории. И сейчас положи руки на грудь и скажи, я сейчас не Паша, не тот человек, а я вот этот вот. Ну, кого нам подсказал наш энергетический ум, вот его мы сейчас и как бы услышим. На него мы сейчас и настроимся. Сейчас я вот этот человек. И давай по ребру ладони. Хотя этот Паша заслуживает от меня обид и печали, Я принимаю все свои чувства. Хотя этот Паша заслуживает от меня обид и печали, Я принимаю все свои чувства. Хотя этот Паша заслуживает обид и печали от меня. Может, я ему так и говорил или говорила. Если ты будешь в этой истории, Это печальное зрелище. Мне будет обидно. Я не буду счастливым, счастливой. Если ты будешь в этой истории. Случилось то, чего я боялся, боялась. Случилась эта грустная история. Случилась эта печальная история. Как же обидно. Я несчастлив, несчастлива. Из-за того, что с тобой там происходит. И хотя этот Паша заслуживает моей печали и обид, Я все равно глубоко и полностью Люблю и прощаю, и принимаю себя. И может быть, даже Пашу и всех, кто с этим связан. Под началом брови. Вся эта моя печаль. Под глазом. Все эти мои обиды. Можешь озвучивать какой-то свой материал, Свои эмоции, слова, которые выражают эти эмоции. Под глазом. Вся эта печаль. Под носом. Как же мне обидно. Подбородок. Из-за того, что с ним там происходит. Включиться это печальное зрелище. Под рукой. Я теперь несчастлив, несчастлива. Макушка. Как же я разочарован. Либо разочарована. Начало брови. Из-за твоего выбора. Проглаза. Из-за того, как ты живешь. Под глазом. Теперь я буду посылать тебе свое страдание. Под носом. Чтобы тебя окликнуть. Подбородок. Может, ты еще опомнишься. Включиться. Весь этот поток из моего сердца. Можно, кстати, по сердцу простукивать другой рукой. Под рукой. Весь этот поток обид и печали. Макушка. Я ради тебя что-то делал, делала. Начало брови. Я пытаюсь разводить тучи над твоей головой. А случается все равно. Под глазом твоя самооценка. Под носом все так стряслось. Под бородок. Что события так складываются? Что случается то под рукой, что соответствует твоим вибрациям. Макушка. Как же это печально. Начало брови. Как же мне грустно. Крой глаза. Я, наверное, даже в депрессии. Под глазом. Как же мне обидно. Под носом. Что все мои усилия зря. Под бородок. Что все мои старания напрасны. Чается. Вся эта депрессия. Под рукой. Что все усилия были зря. Снова положу руки на грудь. Ты можешь говорить свой. Какой-то материал, который выходит. И, конечно же, мы сделаем позитивный таппинг. Дорогой мой энергетический ум. А что нужно этому человеку? Чтобы он тоже был счастливым. Чтобы он засиял, как своя полноценная галактика. Мне пришло больше своего предназначения. Но, возможно, тебе придет какой-то твой ответ. Твоя подсказка. Поэтому, чтобы не сбивать тебя. Я буду говорить. Я хочу больше хорошей энергии. Себе. Так как я пока что еще в роли этого человека. И давай простукивать. Я хочу больше хорошей энергии. Себе. Дышим. Потому что тоже имеет значение. Насколько глубокое дыхание. Я хочу больше хорошей энергии. По третьему глазу простукиваем. Поначалу брови. Я хочу себе больше хорошей энергии. По краю глаза. Я хочу еще больше хорошей энергии. По глазам. Я хочу больше хорошей энергии. под носом, я хочу еще больше хорошей энергии, подбородок, я хочу больше хорошей энергии, подключиться, я хочу еще больше хорошей энергии, под рукой, я хочу еще больше хорошей энергии, По большому пальцу. Я хочу еще больше хорошей энергии. Я хочу больше знания, как все устроено, и хорошей энергии. По среднему. Я хочу больше хорошей энергии. По безымянам я хочу всю хорошую энергию во Вселенной. По мизинцу. Я хочу океаны хорошей энергии. По ребра ладони. Я хочу еще больше хорошей энергии. И снова положу руки на грудь. То есть мы все больше и больше на каждой точке. Мы еще больше, еще больше. Океаны, вся хорошая энергия во Вселенной. То есть мы понарастающе даем себе эту энергию, чтобы уже этот человек почувствовал себя счастливым. Как сейчас. Есть ли еще поток вот этого несчастья, депрессии, печали, обиды на тебя со стороны, когда ты в счастливой истории, причем ты еще и легко туда пришел без каких-либо усилий, нарушив, возможно, все убеждения вот этого вот человека. Можешь пройти это видео еще раз и еще раз. И я здесь вообще в этой серии показываю в целом подход. Пройдя много раз эти видео, ты, конечно же, усвоишь этот подход и можешь его использовать для решения самых разных задач. И давай сейчас снова положим руки на грудь и скажем, я больше не вот этот человек, я снова Паша. Ну там снова вот этот вот я, который там в этой истории. Ты можешь остаться в этой истории, можешь выйти из этой истории, тоже быть снова как бы в настоящем моменте. Но если ты себя забудешь в этой истории и останешься в этой истории, ничего плохого точно не случится. Может быть даже это будет хорошо, если часть твоей реальности уже будет так немного, уже как бы в той желаемой истории, которая нужна. Собственно, если ты почитаешь там какой-нибудь трансерфинг или какие-то другие такие же книжки, то там рассказывается про регулярность выполнения вот этого аутотренинга, медитации, что ты регулярно туда погружаешься. Ну, собственно, вот это мы и делаем с помощью таппинга. То есть мы очень быстро позволяем себе за счет таппинга по точкам перестроиться и настроиться на нужный результат. И ты делаешь очень хорошее дело, очень полезное дело для других людей, когда ты начинаешь заниматься этой любовью к себе с разных позиций, с разных точек зрения. Мы не собираемся ни на кого влиять, мы не делаем того, что мы как-то воздействуем на другого человека, чтобы он там что-то для меня сделал. Об этом мы, кстати, говорили где-то там в 15-16 видео, когда мы вешали на кого-то историю. Мы не делаем этого, мы не вешаем ни на кого истории, мы наоборот со всех снимаем. И ты, наверное, знаешь таких людей, которые ты с ними общаешься и тебе как-то очень хорошо рядом с ним. Но просто ты чувствуешь себя счастливым и тебе хочется еще с этим человеком побыть, потому что ты себя чувствуешь счастливым. Не потому что этот человек для тебя ресурс, от которого ты хочешь получить еще-еще, а ты себя чувствуешь счастливым рядом с каким-то человеком. Это как раз и есть те люди, которые знают про этот суррогатный таппинг, либо выполняют какие-то другие техники, у которых внутри убеждение, что я заслуживаю от других людей хороших чувств. И поэтому, когда ты к нему подходишь, ты начинаешь как будто, да, ты хорошо к нему относишься. И это вырабатывает в тебе привычку чувствовать себя хорошо, хорошо к людям относиться. Так как я много работаю с людьми персонально, часто работаю с такими людьми, которые очень одиноки, которые говорят, почему со мной никто не хочет общаться, почему со мной не хотят разговаривать и так далее. И я ловлю себя на том, что мне тоже хочется от этого человека отстраниться, потому что он от меня ждет, он настроен на то, что от меня тоже пойдет какой-то негатив. А я же в роли терапевта, я себя сдерживаю, я как-то осознаю то, что со мной происходит. Поэтому я, конечно, не выключаю, не избавляюсь от него, но это то, что чувствуют все остальные люди рядом с тобой, если у тебя низкая самооценка, если ты считаешь, что другие люди должны реагировать на меня негативно. Поэтому, пожалуйста, делай этот суррогатный таппинг, если тебе вдруг показалось, что кто-то должен на тебя реагировать негативно, или твое тело говорит, что ты так про себя думаешь, то есть какая-то задняя поверхность твоего тела, там шея, плечи, они сигналят тебе о том, что ты боишься негатива от кого-то, то это отличная идея, встать, поставить себя на место этого человека и простучать этот поток. Тебе будет хорошо, и ему будет хорошо, и люди к тебе с большей охотой пойдут на контакт. Поэтому это супер классно для тебя, потому что ты начинаешь подпитываться большей любовью, получать от всех, от всего большую любовь, возможно, это была твоя мечта. Мечта многих людей, которые бьются за центр внимания, чтобы к ним лучше относились. Вот, пожалуйста, ключ, это суррогатный таппинг. Во-первых, ты себе хорошо делаешь, и ты, во-вторых, делаешь другим людям хорошо, потому что они тоже начинают чувствовать себя лучше. Поэтому, пожалуйста, выполняй этот суррогатный таппинг, никого можно не спрашивать. Когда ты о ком-то думаешь плохо, ты же не спрашиваешь его. Давай, можно я подумаю о тебе плохо какое-то время? Нет, ты просто о ком-то можешь думать плохо, не спрашивая у него разрешения. Поэтому думать о ком-то хорошо и вот это все делать просто супер замечательно. Спасибо, в следующем видео мы будем прорабатывать злость и зависть и такую аллергию на тебя и твой успех. Увидимся в следующем видео, спасибо. Спасибо. Спасибо.